Привет! Сегодня мы порадуем всех самоделкиных и юных технорей, ведь в нашем обзоре конструктор альтернативной источники энергии от компании Знаток. Всем прекрасно известно, какой огромный вред наносит окружающей среде промышленность и в том числе выработка электроэнергии. Во всем мире прослеживается тренд экологичности и защиты окружающей среды. И чтобы ваш ребенок не отставал от всей планеты компания Знаток и выпустила вот этот электроконструктор. Ваш ребенок узнает о различных способах получения электроэнергии и опытным путем применит свои знания на практике. Сразу хотелось бы предупредить, что пользоваться конструктором стоит только в присутствии взрослых. И это не только мера предосторожности. Родителям тоже будет интересно вместе с ребенком сконструировать свою маленькую электростанцию. В конструкторе рассматривается 5 программ по различным видам энергии. Энергия солнечная, энергия механическая, энергия водородная, энергия воздуха и энергия воды. Программы совсем не скучные. Все строится на проведении интереснейших опытов. В красочном альбоме описано целых 126 опытов. Этого хватит на долгие месяцы. В конструктор входит много источников электрического тока. Аккумуляторная батарея, солнечная батарея, ручной генератор, ветряная мельница, водяная мельница, жидкостный элемент и металловоздушная топливная ячейка. Также вы найдете в наборе гальванометр, FM-радио, часы, динамик, электроды, светодиоды, различные провода и перемычки. Сборка электрических цепей проста. Все детали монтируются на специальной пластиковой плате. Контакты легко соединяются, защелкиваются как кнопки. Опыты совершенно не скучные. Вы можете собрать самолет, который работает от солнечной энергии, радио, которое работает от ветряной мельницы или даже часы, которые питаются от кока-колы. Детвору от этого конструктора не оттянуть. Этот конструктор определенно пробудит в вашем ребенке тягу к технике. Да и сами вы вспомните школьный курс физики. Да-да, этот конструктор уже используют в некоторых школах. Так что это будет лучший подарок для вашего ребенка. С его помощью можно будет даже собрать новое вооружение для железного человека. Давайте насчет него посоветуемся с нашим экспертом в области нанотехнологий.